Всего за две недели мнение первого заместителя администрации президента России Владислава Суркова о людях, которые требуют политических перемен, переменилось на кардинально противоположное. 5 декабря вечером он говорил «хватит вопить, надоели» это цитата. 22 декабря в интервью «Известием» назвал тех людей, тех же самых людей, лучшей и самой продуктивной частью общества. Что же заставило главного идеолога Кремля сменить вектор, расскажет Ксения Батанова. Коллеги, добрый вечер. Владислав Сурков, чье интервью опубликовала газета «Известие», оно было взято сразу после послания президента, изменил свое мнение не только о людях, но и о политической системе в целом. В последнем интервью он говорит, что нужно систему менять, я цитирую, «уступить разумным требованиям активной части общества, не вынужденный маневр власти, а ее обязанности и долг». А вот в беседе с Сергеем Минаевым 5 декабря речи о переменах в политической системе не шло. Там он назвал нынешнюю систему адекватной и прозрачной. Что же произошло за эти две недели? Конечно, первое, что приходит на ум, 10 декабря на Болотной площади, и дело не в протесте, дело в том, как он прошел. Десятки тысяч людей пришли на согласованный митинг в Москве. Главными требованиями были политические, пересмотр итогов выборов, упрощенный доступ партии к регистрации, возвращение выборов губернаторов. Люди, которые пришли на площадь 10 декабря в Москве и в других городах России, до сих пор никогда не выходили на митинги. Митинг делался 4 часа. Люди мирно высказывали свои требования и мирно разошлись, не было ни одного задержанного. Более того, когда возникали какие-то попытки провокации, а их было, если я не ошибаюсь, две, когда в толпе пытались зажечь фаер, люди сами, без вмешательства в полицию, успокаивали провокаторов. И этим митинг на Болотной существенно отличался от того, что происходило сразу же после выборов, 5 декабря, то есть перед интервью, которое Сурков дал Минаеву. Тогда Лубянка стала полем битвы. Множество задержанных, беспорядки, ОМОН, боевая техника, всюду оцепление. Видимо, тогда власть решила, что она может относиться к митингующим на чистых прудах Лубянки как к маргиналам. Что, в общем, позволило Владиславу Суркову заявить, что попытки раскачать ситуацию и использовать ее в негативном провокационном ключе обречены на провал. Все под контролем. Однако после Болотной, куда вышли не маргиналы, а актеры, бизнесмены, режиссеры, художники, журналисты, то есть те люди, которые нужны власти, стало понятно, что нужно менять риторику. И Владислав Сурков это и сделал. А ну, конечно, свое дело, несомненно, и сыграло решение гражданского общества продолжить свои попытки донести до властей, что ситуация изменилась. Я говорю о завтрашнем митинге на проспекте Сахарова, куда тоже придут тысячи людей. И вот как они объясняют, почему. Я люблю честную игру. На сцене перед камерой. Меня с души воротят от договорных матчей в спорте и в политике. Поэтому я приду. Я рад, что на митинг 24 декабря меня толкают не всем известные человеческие инстинкты, а прежде всего притягивают основания. Основания быть причастным к людям, которым небезразлично все то, что происходит в нашей стране. Я добиваюсь. Я много лет добиваюсь, чтобы люди поняли простые вещи. Что их жизнь напрямую зависит от того, кто находится во власти и как формируется власть. Что даже самый просвещенный монарх, будучи несменяемым и неподотчетным никому, рано или поздно превращается либо в диктатора, либо в шанкающего Линда Ильича. Я писал об этом в этом году, в прошлом году, в позапрошлом году. А сейчас наступает Новый год и мы все встретим на проспекте Сахарова. Возможно, настройка Вячеслава Суркова в отношении митингующих повлияла и на значение наложить главы администрации президента Сергея Иванова. По данным газеты «Коммерсанты», Иванова поставили специально для Путина, потому что Суркова нельзя было сделать главой администрации, тогда бы это вызвало конфликт с Вячеславом Володиным. И в этом соревновании теперь Суркову нужны либеральные сторонники. То, что какой-то главный перелом у идеолога случился вот в эти две недели, доказывает его слова, которые он сказал ровно год назад после Манежки. Это было также интервью известием, и тогда Сурков заявил, я цитирую, «Я считаю, что мы движемся вперед, и в этом смысле никакого застоя нет. А что, опять нужна какая-то революция, опять какой-то развал всего и вся? Это ведь как бы либеральная публика упорно вводит в моду несанкционированные акции, а нацисты и жлобы этой моде следуют. Нет, ребята, так не пойдет». И ровно через год Сурков называет протесты, правда, речь идет, конечно, о согласованных протестах, абсолютно реальными и естественными, о людей, которые в них участвуют, самой продуктивной частью общества. Коллеги. Спасибо, Ксюша. Ксения Батанова о том, как меняется Владислав Сурков. Приглашение.